Марс меняет свой знак. Пост Экадаши. Новолуния в знаке Козерога. Всё это ожидает нас на предстоящей неделе. А теперь давайте обо всём поподробнее. 5 февраля Марс поменяет свой знак. Произойдёт это в самом начале недели. И Марс перейдёт в знак Козерога. Знак Козерога является знаком экзальтации для Марса. Что это означает? Это означает знак силы. И Марс для нас означает уровень нашей энергии. Если многих из вас потянуло, к примеру, на спорт, или вы решили взяться за какой-нибудь ремонт, или все дела в доме переделать, это влияние Марса. Он поднимает тот самый уровень энергии. Но есть и минус. Как поднимается уровень энергии, так и поднимается уровень воинственности. Очень сложно сдерживать себя, если вы как-то настроились на разговор, и он эмоционально вас триггерит. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, энергию Марса направлять в правильное русло. И на ближайшие полтора месяца запланируйте себе любую физическую активность. Это самый благоприятный гармонизатор Марса. 6 февраля нас ожидает пост Акадаши. Те, кто соблюдает этот пост или соблюдал, пробовал, знают о его эффективности. Те, кто нет, рекомендую вам попробовать простое и очень-очень хорошее средство для привлечения благоприятной кармы. Исключением данного поста будет являться то, что именно в этот день благоприятно совершать некую благотворительность. Она может быть не обязательно финансового характера. Может быть, вы будете идти мимо человека бездомного, который просит подаяния. Зайдите в магазин, купите еды. Это тоже будет благотворительность и весьма весомая. Или, может быть, вы давно перебрали шкаф, у вас стояли какие-то вещи, которые вы хотели отнести на благотворительность. Именно 6 февраля будет благоприятно это сделать. Ну и, конечно, не забывайте традиционный. Это день, который желательно провести без пищи, ну, либо хотя бы без пищи животного происхождения. А самое главное – в благости. 9 февраля нас ожидает Новолуния. Новолуния пройдет в знаке Козерога. В знаке Козерога уже собралось достаточно много планеток, поэтому Новолуния будет неким образом активизировать, я бы сказала, даже позитивные перемены, потому что когда Марс пришел в знак Козерога, это создает некое напряжение. А вот с начала Новолуния, с ростом Луны, многие из вас могут почувствовать некую стабилизацию, как минимум внутреннюю. Конечно, сам день Новолуния может быть непростым, как и неделя до. То есть вы можете чувствовать, что где-то не успеваете, у всех что-то происходит, у вас нет. Можете как-то обесценивать свои труды. А в сам день 9 февраля благоприятно провести уборку, очищение, войти в новый период с новым пространством и с новыми мыслями, структурированно построить действия, которые вас приведут к успеху. Это все будет очень благоприятно. Вот такая нам предстоит неделя. Самое главное – это то, куда вы будете направлять свой эмоциональный и физический ресурс. Постарайтесь, пожалуйста, не вступать в споры, в ссоры. Обязательно займитесь спортом, это будет замечательным решением. И постарайтесь в день Новолуния не забыть составить план на будущие периоды. Надеюсь, что информация была полезной. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok